Здравствуйте друзья, с вами Евгений Шувалов и сегодня я покажу вам настоящее шахматное побоище, которое случилось в полуфинале рапид турнира АМЧС между чемпионом мира Магнусом Карсоном и польским гроссмейстером Яном Кшиштовым Дудой. Итак, Дуда играет белыми, начинает партию ходом Д2-Д4 и Карсен разыгрывает один из наиболее агрессивных дебютов за черных, староиндийскую защиту. Дуда поменяет систему Макогонова, Карсен пока заканчивает развитие, наносит удар по центру, белые укрепляют центр конем и следует взять на Д4, ответное взятие конем и короткая рокировка. Эта позиция не раз встречалась на практике, обычно белые здесь занимались развитием слона, либо на поле Е2, либо на поле ДТИ с последующей короткой рокировкой, но Дуда уже с первых ходов настроен играть максимально агрессивно. И он поменяет ход G2-G4, захватывая максимум пространства на королевском фланге и готовив фианкета своего королевского слона. Карсен нападает на центральную пешку, Дуда защищает ее слоном и вновь нападение на пешку. Мы видим, что Таи Ударов собрал чемпион мира на центральную пешку, необходимо ее как-то защитить. И перед Дудой уже в дебюте встают серьезные проблемы. В единственной партии, которая встречалась до этого на эту позицию, белые сделали такой пассивный ход F2-F3, надежно защищая пешку на Е4, на что последовал ход C6. Белые отступили конем обратно на Е2, слон Е6 нападая на пешку, потом ферзь Е7, ладья Д8. И черные получили довольно гибкую позицию, однако белые сохранили небольшой перевес и смогли даже довести этот перевес до победы. Но Дуда не хочет делать пассивный ход пешкой, поэтому он отыграет ферзь C2. Ход кажется наиболее логичным, ферзь защищает пешку Е4, пешка на F2 пока остается на месте, слон с поля G2 тоже защищает центральную пешку, но у хода есть конкретные минусы. А именно то, что черные прямо здесь могут побить пешку. Ком бьет Е4, играет Магнус Карлсон, взятие, взятие конем, взятие слоном и здесь следует ход ферзь Е7. Черные создают давление на слона Е4, если слон отойдет, то другой слон окажется под связкой и черные просто смогут побить коня в центре доски, поэтому отступать нельзя и Дуда защищает слона пешкой ходом F3. Но теперь слон на поле Е3 остается без защиты и черные уже здесь могли бы отыграть фигуру, сыграв, скажем, F7-F5. Но правда после размены на F5, длинной рокировки и FE вскрывается линия G. Это могло не понравиться чемпиону миру и он хочет вначале проверить своего соперника и делает ход C6. Идея черных в том, чтобы провести удар по центру, не ослабляя позицию собственного короля. Теперь, например, если увести короля из центра, скажем, в короткую сторону, то черные играют Д5, взятие на Д5, взятие на Д5. Естественно, нельзя бить слоном, поскольку без защиты остается слон на поле Е3. Ну а на ход КБ5, взятие, вроде бы белые выиграют качество, однако черные продолжают накручивать инициативы, бьют пешку на Ф3. И нападая на слона, приходится забирать сюда ладьей. И слон бьет G4, тактический удар, вскрывая позицию короля, потом подвязывают черные коня на C7. Белые из последних сил пытаются этого коня защитить. Вроде бы им это удается и конь на C7 пока что остается в живых. Однако у черных есть маневр ладья Д8 с последующей переброской ладьи на четвертый ряд. И в этой позиции инициатива будет именно на стороне черных. Несмотря на лишнюю фигуру, белые никак не могут скоординировать свои силы, чтобы защитить короля. А конь просто потерялся и никак не может примкнуть к стаду своих товарищей. Ну что ж, в общем мы поняли, что уводить короля из центра плохо. Но Дуда поднимает сильнейший ход в позиции. Это ход ФБ3. Не только защищая слона, но еще и препятствуя прорыву черных путем Д6-Д5. Ну что ж, теперь уже черные обязаны играть Ф5, иначе они получат проигранную позицию. Взятие, взятие пешкой и Дуда уводит короля в длинную сторону. Магнус отыгрывает фигуру на Е4. Однако следует ход ладья Ж1 и мы видим, что черный король находится под серьезным давлением. Уже сейчас грозит ход слона Ж6 с немедленным выигрышем, поэтому король должен отходить с открытой линии. И здесь как гром среди ясного неба следует удар ладья бьет Ж7. Дуда жертвует качество, лишь бы уничтожить сильнейшую фигуру черно-чернопольного слона и вскрыть позицию короля. Теперь внимание, если побить ферзем на Ж7, этот ход кажется наиболее естественным, то у белых находится еще один тактический удар. Комбиот С6, уничтожая пешку и потом слон Д4, связка по большой диагонали. Я так понимаю, что именно этот ход не понравился чемпиону миру. Теперь в случае ладья Е5 следует ход Ф4 и белые отыгрывают ладью. Но правда можно продолжить вариант и если посмотреть чуть дальше, мы понимаем, что черные здесь особо не рискуют, разменивают ферзей и переводят игру в эншпи со зноцветными слонами, которые они в принципе должны легко свести к ничьи. Так что именно сюда надо было идти, необходимо было брать ферзем на поле Ж7, но Карлсон не хотел попадать под связку по большой диагонали и забирает королем. Смелый ход, король подставляется под шах, идет в центр и кажется, что здесь у него относительно безопасная ситуация, однако Дуда находит способ вскрыть позицию. Он делает ход С5, шах, черные перекрываются пешкой, кажется, что пешечные дуты в центы непоколебимые, и здесь Дуда забрасывает своего коня в атаку прямо под бой пешки. Дело в том, что нельзя бить коня на поле Б5 и за ферзь Б5 шах, и теперь черные проигрывают во всех вариантах. Например, слон Е6, форсированный мат черные получают, ну а если закрыться ферзем на поле Е6, то тоже ничего хорошего. Король бегает по всей доске, приходится отдавать все фигуры, ну и ладья Ж8 и ладья Ж7, белые выигрывают ферзя и доводят партию до победы. Поэтому Карлсену приходится терпеть коня, он отступает ладьей с подвилки, следует шах на поле Д6, ну и здесь королем совсем плохо убегать, на ход король Е6 выигрывает абсолютно любой ход, можно побить просто пешку на Е4, например, можно сыграть ладья Ж4, это даже посильнее, нападая на пешку ладьей, и на король Д7 ферзь С3, грозя ходом ладья Ж7, и это также приводит к белых победе. В партии последовала ладья БД6, Карлсен жертвует качество, лишь бы немножко обезопасить собственного короля, но позиция вскрывается, взятие на Е4, и черный король полностью подвержен атаке белых фигур. Карлсен пытается закончить развитие. Шах ладьей, король идет в центр, и вот в этой ситуации белых буквально разбегались в глаза от обилия атакующих возможностей. Здесь выигрывало очень много ходов, например, слон А6, с идеей взять под контроль поле Ф8, вело к победе. Также ход ферзь Д1, с идеей перебросить ферзя на королевский фланг, тоже вело к победе. К победе вел ход слон Д4, например, на ладья Ф8, здесь задумка побить пешку на Д5 с шахом, ну и на отступление королям с шах на Е1, и взять пешку на Б7 с прямой атакой. Ну, наверное, самый неожиданный ход, ведущий к победе, это было бы взятие слоном пешки на поле А7. Согласитесь, такой ход в данной позиции большинство из нас даже не стало бы рассматривать. Однако у хода довольно простая идея, на взятие ладьей следует ферзь Е3, нападая на ладью, потом шах на Д5, вынуждая побить королем, и ладья Д1, шах, и потом выигрываем ферзя и ставим мат черному королю. Так что выигрывали белые по-разному, однако Дуда находит единственный ход, который не ведет к победе, это ход ферзь С3, с такой вот довольно детской угрозой объявить шах ладьей с поля Ф6. Естественно, Карлсон защищается от этой угрозы, и партия переходит в новую стадию, взятие на Д5, взятие пешкой. Теперь размен ладей приводит к тому, что черному королю уже не будут грозить матовые угрозы, поэтому Дуда сохраняет ладьи на доске, и король Ф7, единственный ход, который позволяет черным сопротивляться. Здесь Дуда решил от КХ подальше, отвести короля подальше из центра, и надо сказать, ход оказался довольно хитрым. Первый же ход Карлсон из слона Ф5 оказывается ошибочным. Единственный путь держаться заключался в ходе ферзь Ф6, потом ферзь Ф5 шах и ладья Е8. Вот эта стойка позволяла черным удерживать равенство, а шах с слоном оказывается нарушает гармонию черных фигур. Теперь очень сильно было бы пойти ферзем на поле Б3 и на Б6 отступить слоном на Д2, но согласитесь, с человеческой точки зрения это не очевидно, поэтому в партии последовал ход ферзь Д4. Ладья Т4 нападает на пешку, ну и последняя возможность белых побороться за инициативу заключалась в том, чтобы побить пешку на поле А6. Конечно, черные тогда могли бы продвинуть пешку на Д4, но это не вело их ни к чему хорошему после ферзь Б8 инициативы на стороне белых. Однако Дуда скромно отступает с ферзем на поле Д1 и это окончательно упускает весь перевес. Теперь черный переводит ладью в центр. Дальше идет стадия маневров. Король уверенно чувствует себя в центре доски, защищает все свои слабости. Черных пока лишнее пешком. Черные начинают огрызаться, нападать на белые фигуры. Ладья Т4, ферзь Е3 шах, король отступает из-под шаха. И вот ловушку поставил чемпион мира и именно в эту ловушку попадается Дуда. Ладья бьет Ф5. Слон вроде бы остался без защиты, но оказывается это решающая ошибка. Ферзь H1 шах. Теперь нельзя закрываться ферзем из-за размена и мата по первому ряду. Единственный ход, который позволяет держаться, это ход слон Е1. Но тогда следует ладья Е4. Нападение на ферзя и попутно нападение на слона Е1. Единственное, что остается Дудой, это объявить шах на поле Д5. И вот теперь перед Каусом стоит задача, куда отступить королем из-под шаха. Задача на самом деле не такая простая. Если отступить королем на линию Е, например на поле Е8, то это проигрывает из-за шаха ладьей на Е5. Размен ладей и белые остались с лишней фигурой. Также проигрывает отступление короля на поле С7 из-за шаха с поле С3. И дальше белые развивают смертельную матовую атаку и попросту матуют здесь черного короля. Остается два хода и оба этих хода с нападением на белую ладью. Король С6 и Король Е6. В партии был ход Король Е6 и этот ход оказался важнейшей с ошибкой. Выигрывал просто ход Король С6, нападая на ладью. И выясняется, что у белых нет ни одного разумного шаха. На шах на С3 король просто забирает ладью и черный выигрывает. И в общем после хода Король С6 можно было спокойно сдаться в этой партии. Но последовал ход Король Е6. Вроде бы то же самое. Нет ни одного шаха, ладья под боем. Однако Дуда находит последний тактический ресурс. Это ход Ферзь Б3. Защищая ладью. И теперь в случае взятия ладьей выигрывает ход ладья Д1. Шах, обратите внимание. Черный Король попал под шах. И дальше на любое отступление Белый находит способ поставить двойной удар. И выигрывает целую ладью. В партии Карлсон забирает Ферзем на поле Е1. Шах, опять же. И Король Е7, отступая из-под шаха. Теперь нельзя забирать Ферзя из-за мата по первому ряду. Однако Белый играет Ферзь Д5. И в этой позиции вроде бы материальное равенство. Но решающим фактором оказывается положение Королей. Слишком слаб Черный Король. Белые атакуют его буквально на пустой доске. Выигрывают пешку. Делают форточку на всякий случай. Продолжают атаку. Надо сказать, что Магнус здесь сражался как лев. Держался из последних сил. Не позволял Белым довести эту атаку до победы. Очень долго он сопротивляется с позицией, где его Король совершенно не прикрыт пешками. Фигурами как-то защищается от шахов. Но все-таки Дуда постепенно расшатывает оборону. Защищаться в такой ситуации крайне непросто. Размен Ферзей. И вот партия переходит в ладейный Эншпиль. Черный защищает пешку на А5. Белые ведут Короля вперед. Король подходит. Белые тоже ведут Короля. Переводят его на поле Б5. Отступают ладьоны Д8. Ну и здесь если просто стоять, то белые постепенно сыграют Б3. Потом сыграют Король Б6. Съедят пешку на А5. Потом пешку на Б4. И легко выиграют партию. Поэтому Карлсон пробует защищаться путем Б3. Ладья Ц8. Отрезаем пока Короля. Король Д4. Нападая на ладью. Ладья отступает на А7. И очень важно, что в этой позиции нельзя бить пешку. Поскольку после ладья Х2 теряется пешка Б2. И это уже равенство. Поэтому единственный ход. Ладья Ц3. Нападая на пешку Б3. Карлсон ставит ловушку. Что не дай бог. Белые зевнут шах на поле Б8. Но шах не зевается. Взятие пешки. Ладья Б8 защищает пешку Б3. Белые ведут Короля вперед. Шах. Король отступает. Шах. Король отходит на А5. Хочет скрыться от шахов на поле А3. Пока черные стоят Королем. Ладья идет на Ц7. И вот ладьей мы видим, что белые отрезают черную ладью от пешки. В этом случае нельзя меняться. Поскольку белые забирают пешкой. Их пешка первая проходит в ферзи. И буквально ход в ход они успевают начать давать шахи. И это теоретически выигранная позиция. В партии последовал ход ладья А8. Король отступает теперь на поле А3. Отгоняют Короля. Ну и здесь уже видно, что вторая пешка проигрывается. После чего белые получают две связанные проходные пешки. И чемпион мира признал свое поражение. Поистине титаническая борьба. Магнус Калсен с дебюта получил тяжелую ситуацию. Он находился под атакой. Однако смог переломить ход борьбы. И в один момент даже стоял выигранно. Но он отступил Королеву не на ту клетку. И вновь оказался в проигранной позиции. Где Дуда уже не упустил своих шансов. Что ж, если вам понравился обзор. Не забывайте ставить ваши лайки. И подписываться на канал. А с вами был Евгений Швалов. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok